Участвует на собрании, выступает от имени большевиков, выезжает в Людинова. Это вот 14-й год. В областной библиотеке хранят тома биографической хроники. Здесь вся короткая жизнь Игната Фокина. Каждый день наполнен событиями. Кажется, человек стремился прожить год за три. Нельзя не согласиться с биографами Фокина, что там три месяца революции за 30 лет жизни. Фокин – соратник Ленина. И это наш местный вождь революции. И именно благодаря ему у нас совершилась революция и переход к новой власти. Причем, в отличие от многих регионов, это действительно было сделано бескровно. Человек – город, район. Места, связанные с деятельностью Игната Фокина, носят его имя. На мальцовских заводах сегодняшнего города Фокина прошли юные годы и становление революционера. Игнат Фокин был в результате дважды арестован за его деятельность. В теперешнем Фокинском районе Брянска революционер и первый руководитель Совета рабочих и солдатских депутатов остановил вооруженное восстание. Действовал исключительно силой убеждения, говорят историки. Солдаты смутывались, потому что не было продовольствия, не было шинелей, сапоги отсутствовали. И все-таки Фокин сумел, убедил их. А все это было чревато страшным бутом. На территории Брянска 2-го солдаты начали грабить местное население. Несмотря на недостаток сил и численно взбунтовавшиеся под влиянием анархистов солдаты все преобладали, он все-таки убедил. Исторический факт. Игнат Фокин возражал Ленину против заключения позорного Брестского мира. Авторитета и аргументов пламенного революционера хватило, чтобы доказать большевикам, Брянск должен стать губернским городом. Во время революционной неразберихи подготовил для создания Брянской губернии необходимые документы. Значение его для Брянщина, как бы мы ни относились к современной точке зрения, к его политическим взглядам, значение его для Брянщина заключается в том, что все-таки при нем именно создается основа современной Брянской области. Хотя Брянская губерния была уже создана через год после его смерти, 1 апреля 1920 года. Игнат Фокин умер в 29 лет. Возвращаясь с 8-го съезда большевиков, в поезде заразился ТИФом. Болел вместе с беременной женой. Она с болезнью справилась, а Фокин нет. ТИФ в годы революции и гражданской войны в России была зарегистрирована одна из крупнейших вспышек, которая переросла в масштабы эпидемии. Возбудителем цепного ТИФа является рикетция. Это громотрицательная бактерия, которая нестойка во внешней среде. Она погибает через 30 секунд при кипячении. Она чувствительна ко всем дезинфектантам в обычных концентрациях. Поэтому эпидемиологическая опасность и перезахоронение останков погибшего цепного ТИФа не представляет. Последние часы жизни прошли в съемных комнатах двухэтажного дома на улице, которая сегодня носит его имя. На похороны молодого руководителя города пришли 20 тысяч человек. Почти все взрослое население Брянска. Вот эта вот фотография, да, это фотография с похорон. Это есть обложка моей коротки, вот монографию. И это рождественская горка. Вот они, эти здания. Ну, частично сейчас их нет, но вот эти есть. Аскет жил не для себя и семьи, а ради светлого будущего. Ради этого революция, борьба и лишения. Так пишут в воспоминаниях соратники Фокина. Также характеризовали современники Александра Матвеева, первого руководителя Брянской области, образованный уже в 1944 году. Похоронен Александр Матвеев на Аллее Героев. Это место упокоения людей, которые сыграли особую, выдающуюся роль в жизни нашего края. Здесь же планируется захоронить и останки Игната Фокина. Наталья Будник, Алексей Рязанцев, Павел Подобаев, Брянск.